От порывов никто не застрахован, и в данном случае могу сказать, что характеристика данной сети у нас, она 1976 года производится, то есть ей больше 47 лет, и безусловно мы этому участку уделяли внимание. И летом, вообще в этом году на этом участке произошло 24 порыва уже накопительные, но вот это связано с погодными условиями, резонансами. При этом мы дефектоскопом, роботом, который у нас работает, мы выявили после опрессовки, провели 50 метров, 9 порывов мы устранили. В дальнейшем по эксплуатации уже за лето, и дальше мы устранили еще 13 порывов. И эти два участка, которые мы дефектовали и посчитали, что их нужно ремонтировать в ближайшее время, мы подали в обрез программу на 2024 год. Мы вышли с предложением губернатору включить в заявку фонда развития территории, значит, в том числе эти два участка мы там подали на сумму более 3 миллиардов, 13 километров за минуту. Значит, в том числе и этот участок. По итогам мы сейчас принимаем решение, но будем искать деньги на то, чтобы выполнить уже замену этого участка в 2024 году. Сейчас ищем вариант, возможно, начать работу уже с января месяца. Ну, это там связано с выделением земли, мы пока у нас в проработке. Но я хочу сказать, что сама тема, я отвлекусь немножко, да, раз уж мы начали тему, мы, в общем-то, ни один работник филиала не ушел с аварии, мы провели все работы, которые намечали, и в сложных условиях, особенно рабочие, касается, да, то есть, ну, тот, кто был на месте, видели, как в трубе, который еще шел пар, работали сварщики. Значит, тепловая инспекция при этом контролировала состояние в помещениях. Мы каждые 2 часа на связи с управляющей компанией, с администрацией района отслеживали температуру в помещениях, в критических точках. Там есть у нас проблемные зоны на Луны, 5 Луны, 27, это вероятность с пьезонами. Мы это, конечно, отслеживали и смотрели. В общем-то, порыв устранили в нормативные сроки. Единственное, у нас мы вышли, обещанный срок закончить работу к 11, мы 70% объектов запустили к этому времени. Остались размороженные участки, на которых совместно с администрацией Кировского района 10 бригад. Они привлекли на сетях управляющих компаний, и наши 9 бригад работали по отогреву этих участков. Отогрев и запуск от пяти ЦТП, 50, по-моему, два дома, занял у нас больше времени. Все остальное мы каждые 2 часа отщелкивали вот эти дополнительные дома, которые запустили по-нормальности. К сожалению, это одна из проблем по городу. Трубопроводы стареют, хотя в этом году объем большой мы сделали ремонт. Но надеемся, что в дальнейшем... Там, где мы ремонты отремонтировали, там нету этих порывов. А вот эти участки, которые требуют замены... Но, к сожалению, могу сказать, что у нас 223 километра сетей старше 30 лет. На сегодня, только магистрально, я не беру никаких порывов. То, что мы получили в концессию, там уровень повреждаемости еще выше. У нас вот в этом году произошло более 3 тысяч порывов. 3 тысяч. Значит, и у нас 748 с вскрытием твердого покрытия произошло, раскопы по разрешению. Значит, на сегодняшний день действующие остаются 14. То есть мы в этом плане ведем полномерную работу. И я скажу, какие меры мы принимаем, чтобы по качеству, качественнее было. Ну, первое, это мы поменяли технологию. То есть если раньше мы проводили скрышные работы, проводили, ну, устраняли порыв, проводили обратную засыпку. И природное покрытие мы нанимали подрядчик. То теперь мы по согласованию с администрацией, значит, производим скрышные работы, устраняем дефект. И на это место после закрытия лотка приезжает специализированная организация, которая занимается благоустройством. Единственное, по срокам, там я слышу, претензии, да, у нас есть. Мы вышли на срок среднего устранения порыва, там, с твердым покрытием, восстановление мест благоустройства в две недели. Это тяжело удалось. Будем сокращать сроки, значит, но на сегодняшний день по аналитике где-то две недели.